Привитос, амигос, давно уже писали мне сделать какое-то заценочное видео про Рейнбоу Сикс. Я его не делал упорно, потому что, во-первых, лень, во-вторых, все время заняла армата предновогодняя, потому что надо было лупить просмотры и зарабатывать на этом деньги. Вот, а теперь, значит, почему теперь это видео появилось вдруг? Потому что игра перепала мне на халяву. Ну, напоминаю, что перед Новым Годом я приобрел видеокарту и в подарок получил бонус-код на одну из двух игр от моего любимого Юбисофта, которого я просто обожаю, блять, до охренения. Либо Рейнбоу Сикс, либо Ассасин Скрит. Я подумал, подумал плохо. Смотрите, какие у него глаза, мне кажется, в него вселился дьявол. Я подумал хреново и выбрал Ассасин Скрит, потому что я был уверен, что я буду его летсплеить, что туда остановят какую-нибудь защиту несокрушимую. То есть школьники отвалятся из конкуренции, я буду летсплеить среди немногих тех, кто будет обладателем лицензии. Но хрен я угадал. Во-первых, Ассасины за летсплейли консольщики первыми. А во-вторых, пираты просто, ну, Ассасин Скрит ломанули за день до выхода, то есть и пираты кинулись следом. В-третьих, я получил в подарок почему-то англоязычную версию. Пробел, пробел, ублюдок, что ты не прыгаешь, там, мразь, тупая, это что за спецназовец без прыжка? Это, наверное, он главным героем был в этом, в халате, блин. Что теперь, загрузка опять? Эта игра решила по загрузкам Fallout переплюнуть. Вот, я получил... Да, реально, прыжка в этой игре нет. Это вам не какой-нибудь там Counter-Strike или Battlefield, нехрен тут с прыжком перемещаться, как бы. Пипец, господи. Или подкат этот из Warface. Тоже ничего такого нет, это реализм. То есть, если Counter-Strike это World of Tanks, то вот этот Rainbow Six это War Thunder. Вот, пришло письмо вчера о том, что многие из вас получили английские версии игры, вы можете, короче, поменять их бесплатно на русскоязычную версию игры, введя вот этот вот бонус-код там, допустим, да, какой-то. Вот, а я уже до этого связался с техподдержкой Ubisoft, написал им, что какого хрена вы мне дали английский Assassin's Creed. Я вас и так не очень люблю, а теперь я вас просто презираю. Вот, и мне поменяли Assassin's Creed на русский. То есть, у меня Assassin's Creed подарочный русский. Мне, я... В никаких заменах не нуждаюсь, но код мне дали. И я просто взял... Ну, а там написано, что, типа, вы сохраните все достижения, какие у вас в игре после замены. А я просто взял и выбрал Rainbow Six. И при этом у меня... В итоге у меня и Rainbow Six лицензионный, и Assassin's Creed у меня никто не забрал. Вот такой хитрожопый. 21 век, отражение главного героя нет в холодильнике, в зеркальном. Отлично вообще. Потрясающе. Вот, то есть, одну видяху купил, две игры получил. Еврейское везение сработало. Вот, но, собственно, поскольку игры обе от Ubisoft, ни в ту игру, ни в эту, я даже бесплатно играть не хочу. Ни в Assassin's Creed, ни в Rainbow Six, ни тем более в Assassin's Creed, который я вообще презираю. То есть, насколько когда-то были хороши игры от Ubisoft, раннего, да, ранние игры, их первые, настолько же херовые их игры, вот эти новые, которые повыходили. То есть, поток просто нескончаемого говна. Они просто спамят свой Assassin's Creed, убогий. Абсолютно Ctrl-C, Ctrl-V, блядь, ничего там не меняется. Только шкурки на домах и модели персонажей там. То есть, а квесты давно уже повторяются в бесконечном хороводе. Вот, а что касается... А, еще они пытаются выпускать ммошки. Ну, The Crew их объективно обосрался, потому что я вообще нигде о ней никаких упоминаний не слышу, чтобы кто-то говорил, типа, ой, давай в The Crew поиграем, запиши видео по The Crew. The Crew охрененная игра. Ничего такого не слышу. Всем... Что это сейчас было? Всем насрать на The Crew, потому что The Crew... Гоночное ММО, короче, это кал. Никто играть в него почти, мне кажется, не хочет. Но редкие любители совсем там, которые там фапают на модели машинок, я не знаю, на что-нибудь такое. Бля, какой классный душ здесь. Охренеть. Это лучший душ в мире, наверное, какой я видел. А он не вытекает сюда, на паркет. Вот, что касается Rainbow Six, я вчера поставил эту игру, я сыграл три катки, реально, ровно три катки, после чего... На, нахуй. Вот именно поэтому я в него больше не играю. То есть, ровно три боя я сыграл в онлайне и вышел из этой игры, потому что, ну... Это абсолютно унылое и невеселое, ни на сколько игра. Вот не то, что она проигрывает Counter-Strike, да, потому что Counter-Strike, это уже давно окаменелость просто мира игр. Говно мамонта просто, я не знаю, закаменевший трилобит, то есть там даже прицеливаться до сих пор нельзя из оружия. Только из снайперок и приближалок, так называемых, все. Из остального оружия, вот только от бедра стрельба, что просто это, блядь, такой каменный век, что, я не знаю, с этим, я думаю, даже фанаты контры спорить не будут, что... Вот, но есть батла, да, и батла в сто раз веселее и динамичнее, чем вот эта вот хренотень. То есть там можно и в танк сесть, и перестреливаться там куда интереснее, и вообще все вот это делать. Да, зато здесь есть вот этот робот. Не правда ли круто? То есть здесь игра такая, она тактически командная. В нее интересно играть, созвонившись по скайпу с четырьмя друзьями, против команды таких же людей, созвонившихся по скайпу. Вот только тогда это будет интересно. Но вопрос в том, где найти столько людей, которые готовы играть в Rainbow Six, потому что здесь в этой игре надо быть задротом. В нее надо уметь играть очень хорошо, применять все вот эти приблуды, которые тут есть. Тут невозможно, как в Counter-Strike, просто весело бегать и охреневать от того, что ты убиваешь всех на лету с вертушки в щи. Здесь игра совершенно другого плана. Это тактический, технический шутер. Вот. Ввиду чего, он абсолютно не динамичный и не интересный для меня, потому что я больше люблю все-таки игры, где вот действительно рулит какая-нибудь реакция. Я даже не знаю, как здесь двери вышибать вот эти. Вообще не понимаю, как это делать. Приступать не к эвакуации гражданского. Непонятно сейчас, как я ее веду. Я вообще не понимаю, что это за ситуация такая, что толпа террористов взяла в плен какую-то, блядь, домохозяйку. Нахуй она им нужна. Или она директор, или она жена директора там ФБР какого-нибудь, по легенде. Все, я спас. Я спасу слепую заложницу. Те пиздец полный. Он стоял за поворотом. То есть, ну серьезно, веселее в Payday банки против ботов грабить, чем играть в Rainbow Six. Особенно это касается геймплея по сети со школьниками. Потому что геймплей по сети со школьниками, вот я не зря сказал, что идеальные, идеальные условия игры в Rainbow Six это вы своей сыгранной командой играете против людей с другой сыгранной командой. Но, как играют школьники, да, вот они в доме появились, в комнате, где, допустим, какая-нибудь взрывчатка, блядь, которую надо обезвредить, или заложники. И они в той же комнате сидят толпой по углам. То есть, сидят за углом, вы рано или поздно туда зайдете, и вас просто, ну, сваншотят элементарно, потому что здесь живучесть очень низкая у персонажей. То есть, вы заходите, вас просто вас просто уничтожают. Что это такое? Убийство команды? То есть, это что? А, это была, это была, это была взрывная херня, которая, меньше всего, похожа на взрывную херню. Вот, а еще что не понравилось? Да, блядь, вот, слеповухи тут просто. Что еще не понравилось? Так это, это, то, что по сетке спецназ играет против спецназа. Там нет террористов. Нельзя выбрать ИГИЛ там, нельзя выбрать, не знаю, кто там еще был, блядь, малиновый джихад какой-нибудь, ничего нельзя выбрать. То есть, спецназовцы играют против спецназовцев. То есть, просто одни в атаке, вторые в обороне. Что, по сути, блядь, тупизна полнейшая. Вот, ну, еще бы, потому что, ну, было бы интереснее, если бы у одних были спецсредства, а другие, допустим, а другие в засаде сидят, зачем вам спецсредства? То есть, вот, а в итоге спецсредства есть у тех, и у этих, просто у одних сначала дают роботов покататься, вот этих вот машин, которые я показывал, а другим ничего не дают. Вот, а обязательно вот это вот, то, что заколочено, всегда внизу есть щель, чтобы туда робот проехал. Вот, то есть, моя нелюбимая часть геймплея во всяких шутерах онлайновых, будь то Контра, или Батла, или еще что-нибудь такое, это когда остается какой-нибудь один пиздюк там, ну, не остается, а просто есть такие, которые любят засесть где-нибудь в углу и всех шмалять, да, оттуда, и за ящик, из-за какого-нибудь, это редкостный пиздюк, по мнению многих игроков, да, все его ненавидят, но всегда такие находятся. А здесь вся игра состоит из этого, что пятеро пиздюков в этом доме засели по углам, и ты должен их убить там, и что-то обезвредить, то есть, и ты заходишь, должен, блядь, в каждый угол посмотреть, потому что за каждым углом реально не могут быть, но реально, трое из пяти из них сидят в последней комнате, там, где заложник или бомба, и больше нахрен ничего не надо. Вот, и это минус этой игры, то есть, минус этой игры, это школота, то есть, ну, распространенное явление, что школьники портят игры, они, блядь, не понимают, как в нее правильно играть, играют как могут, и это просто превращает игру в говнище, да, то есть, ну, минимум тактики, максимум, блядь, дрочего какого-то. Я не говорю, что я как бог играю, в нее, но я и не сижу за поворотом, блядь, поджидая, кого бы замочить. Это, конечно, да, приносит свои плоды, никто, это не читинг, никто не запрещает так делать, просто это сводит, это сводит на нет все плюсы игры. То есть, тактичность, вся вот эта командная игра, это все куда-то пропадает, потому что рулит тот, кто посидел за поворотом и подождал. Да, конечно, можно, ну, вот за каким он поворотом стоял, в прошлый раз, за левым, за правым, теперь его нету, что ли? Да, можно, типа, взять машинку, заехать за поворотом, посмотреть, стоит ли там кто или нету, но это, что ты, блядь, ее бросаешь на пол. Ну, это как бы тоже элемент такой занудной дрочки, скажем так, то есть, короче, в онлайне игра мне, ну, не очень понравилась, мягко говоря, геймплей, геймплей не мой, я в такие игры никогда играть особо не любил, в этот хардкорный флешпоинт, там, где тебе, блядь, в ногу, в ногу прострелят, и ты начинаешь ползать, пока тебя не убьют, то есть, ну, не очень, не очень мне это было все интересно, я все-таки в контру играл в свое время побольше, чем в подобные игры. Значит, что, я готов? Да, покинуть операцию. Значит, какие классы в этой игре есть? Давайте посмотрим. Да, это не веселое видео, как обычно, потому что в играх от Ubisoft довольно мало чего когда-либо было веселого. Вот, оперативники, как тут выбрать-то? Немецкие, ой, блин, СЭС, САС, или СЭС, как хотите, история спецподразделения, особая воздушная служба, СИ, САС, наверное, вот так будет правильно, корпус британской армии была создана в 41-м году, то есть, Джеймс Бонд в другом спецназе находится, он в Ми-6, то есть, на вооружении штурмотряда есть кнопка выкол, кувалда, противогаз, спецназ ФБР, ФБРовский, там, 83-го года выпуска, тоже, вот видите, у них есть кольчуга, там, снайперский глаз, кирпич из стены выпал, GIGN, или GIGN, как хотите, задача группы вмешательства французской жандармерии, GIGN, созданная в 73-м году, входит в спасение заложников и устранение террористов, а оперативники выполнили более тысячи заданий, то есть, с 73-го года, во Франции, блядь, тысячи терактов, что ли было, тысяча самолетов угнать пытались, не знаю где, ну, типа, наверное, по всему миру, наверное, GIGN такая суперэта, хотя, мне кажется, что с 73-го года, во всем мире, блядь, тысячи, тысячи операций не случилось, вместе взятые, мне кажется, все спецназовцы не сделали тысячу операций, ну, тысячи операций, это просто пиздец, как дохерища, понимаете, но, вы просто представьте себе, тысяча ситуаций, в которые нужны, нужны вмешательства спецназа, при том, что у многих стран есть свой спецназ, да, что в Америке, там, в России, или еще где-то, GIGN не нужен, то есть, где, где бойцы GIGN успели сделать тысячу заданий, я, если на их сайт зайду, я увижу тысячу операций, в которых они поучаствовали, я что-то, блядь, сомневаюсь, GSG, это, немецкая, по-моему, да, тема, ну, обо всем этом в Counter-Strike давным-давно уже написан, да, в Source или еще где-то, в 1.6 тоже, все то же самое, только спецназа нашего не было, там, значит, после теракта на Олимпиаде в Мюнхене, 1972 года, ну, видно, что скиллы у GSG, это Человек-паук-паутина из рук, это флэш-ускорение, флэш Томпсон, это Шазам-вспышка, и глаза черной вдовы, я не знаю, что у них за иконки такие, ну, и, наконец, мой любимый русский спецназ-антитеррор, спецназ-подразделение, созданное в 1974 году для борьбы с терроризмом, а также проведением полувоенных и секретных операций, спецназ стоит на защите внутренних и внешних интересов России, операций, в которых принимали участие данные подразделения, засекречены, ну, на самом деле, по букве А на нашивке можно догадаться, да, что это Альфа, правда, нашивка на самом деле голубого цвета, на Википедии, по крайней мере, она голубого цвета нарисована, и спецоперации на Википедии вообще ни хрена не засекречены, там список, довольно большой список операций, в которых Альфа участвовала, из сперков, мне понравился вот этот динамит с крючком, как бы намек, видимо, на рыбалку при помощи взрывчатки, я себе одного спецназовца разблокировал, сейчас покажу, как он в сетевых сражениях, вот, что же касается игры по сети, ну, я себе разблокировал вот этого Тачанкина из Альфы, блядь, с стационарным пулеметом, я это сделал по приколу, но поверьте, что на самом деле это худший, наверное, человек из, худший спецназовец, вообще худший выбор для этой игры, это чувак со стационарным пулеметом, потому что, оно со стационарного пулемета хорошо расстреливает толпу зомби, блядь, в тактическом шутере, где у вас всего 5 врагов, стационарный пулемет, он нахуй не нужен, то есть его даже, ну, вам кинут слепо, выбегут и убьют, гранату кинут, взорвут, то есть, ну, блядь, говно полное, стационарный пулемет, не мудрено, что его дали именно русскому спецназу, потому что, ну, кого еще можно, можно безнаказанно унизить, кто-то вон броники вываливает, я могу стационарный пулемет всем на радость поставить, за который никто, блядь, даже не встанет, где бы я его не расположил, реально, он будет нахер никому не нужен, блядь, кого-то хое, здесь непробиваемая фанерка, давайте я вот здесь, наверное, растопырю, вот этот свой, если я, блядь, вспомню, как-то его устанавливать, он устанавливается как-то еще поебнутым, он не на любом месте ставится еще, ну, вот, кто хочет, кто хочет, может, вот, было бы заебись, если бы они обрисовывали, где можно поставить, свой пулемет, а где нельзя, то есть, ну, обрисовывали позицию, куда ты хочешь там его поставить, а не просто, вот, ты наугад тыкаешь, и где-то он ставится, а где-то нет, это тупо, вот, и в конечном итоге, геймплей этой игры представляет собой, просто, худшую часть, наверное, из геймплея Counter-Strike, когда, вот, в конце матча остаются, там, 3 на 3, там, 2 на 2, какие-то минимальные количества, вот, они начинают друг друга, там, искать, то есть, и вот, несмотря на все технические средства, какие в этой игре есть, да, они очень симпатично смотрятся, но они какой-то динамики, обалденные, этой игре вообще не добавляют, но вот, все равно, то есть, это какая-то, какая-то унылость, можно, типа, по камере помониторить, кто-то где. Ну, вот и как я говорил, то есть, во что, во что выливается геймплей, то есть, все, все просто стоят и ждут. Заняли вот эту комнату, где у нас, наше вот это говно, которое мы должны охранять, просто в разных углах сели, и сидят, все. А эти, они должны как-то, блядь, нас выморозить из этой комнаты, что, в принципе, сделать практически невозможно. Ну, в смысле, как практически невозможно? Возможно, и поэтому побеждают чаще те, кто в атаке, потому что все, все враги, ну, они сидят, блядь, в одной комнате, и заранее известно в какой, но зависит от того, какая карта. Где-то комната эта очень удобная для обороны, и там действительно, кидают вслепу, ты приседаешь за какой-нибудь шкаф, и тебя не ослепляет. Вот, а враг, он понять не может, ослепил он тебя или нет, они гранату кидают, забегают, и их укладывают. То есть, ну, блядь, неинтересно нахуй это все. Просто лучше, блядь, чем собирать вот компанию людей, играть в Rainbow Six, собрать ту же компанию, и пойти поиграть в пейнтбол, в страйкбол, это намного интереснее, чем вот эта вот компьютерная хренотень, даже со всеми вот этими примочками, какие они здесь придумали. Если бы в игре не было, вот, была какая-то интересная кампания на прохождении, да, не просто куча обучающих миссий, а вот, ну, реально прохождение какое-нибудь там разнообразное, игра бы, может, имела какой-то успех, но я никакой кампании здесь пока не видел еще, только обучающие миссии, разные, в которые, ну, блядь, надоедают уже после третьей, потому что боты либо тупорылые, либо если они на реализме, они просто точно так же, как и школота, тебя из угла убивают. Короче, я не знаю, Ubisoft, по-моему, просто, блядь, зря тратит деньги, когда выпускает такую, выпускает подобные игры. Ну, да как, я вот здесь не могу разблокировать, я должен, блядь, выйти в главное меню и разблокировать его там, охуенно. Такой бред. Ну, я выбрал защитника, что, мне еще одного защитника выбрать, что ли? Бронепанель, газовое оружие, генератор помех, комплект, блядь, я не знаю. То есть, ну, выйдет третья часть Payday, где ограбления будут вестись не только против ботов. Ну, я, игра не анонсирована, но я думаю, что когда-нибудь она выйдет, однозначно, потому что игра имела предыдущий определенный успех, но против ботов бесконечно играть было неинтересно. Вот выйдет, как-нибудь они сделают, я не знаю, игру против людей. И Rainbow Six просто канет неизвестность, потому что, ну, грабить это интересно, а охранять какие-то бомбы или заложников постоянно, это не очень интересно. Вот та деревянная стена, мне кажется, она взрывается. Ну, естественно, надо знать карты, чтобы знать, где занимать позицию, где не занимать. Попробую здесь. С ППШ пострелять, я не знаю. Может быть, это выгорит. Ставлю колючку, ставлю щиты, блядь, закрываю, двери заколачиваю. То есть, ну, не знаю, блядь, насколько это вот реалистично, реалистично, вот как вам кажется. Вроде это интересное количество, да, возможностей примочек, но с другой стороны, такая глупость. Молодец, закрыл. чтобы ничего не было видно, блядь. Он показывает мне, типа, не надо, не надо, блядь. Мы там набросали колючек, я поставил пулемет, чтобы простреливать, это взял и закрыл. Ну, молодец. Охуительно интересно, блядь, стоять и ждать вот это. Просто вообще. Это, это как, блядь, в картошке, сидеть в кустах в засаде, я не знаю, вот точно так же. Я люблю бегать, прыгать, там, стрелять, в батлендов, на вертолете полетать, на танк сесть, там, на самолете слиться. А здесь-то в чем интересно? ёпта, сидеть, ждать, когда за вами придут. В атаке точно так же. Идешь, идешь, ждешь, когда же тебя, блядь, убьют из-за угла, из-за какого-нибудь. Одного убили. Я увидел, что он вот там замелькал. Если вот этот мудофил не растянул, вот это говно здесь. Я, может, он опять-то делает. Пошел ты нахуй, заебал, полидурок, блядь. Укрепляйте дверей, еб ты, тупорылый. Я сейчас еще одного убью, который их там. Да, удаление. Удаляйте на здоровье, мудаки. Ну и наше подразделение плавно переходит в атаку. Охуенная победа. Ну, блядь, это пиздец. Я, сука, базарю. Почему я, почему я не хочу играть в игры Юбисофта даже бесплатно? Вот почему они, блядь, так делают? Ну, насколько это, кому это интересно, кому это надо, я не знаю. Сейчас опять будут говорить, да, что я ною постоянно, что мне ничего не нравится. Блядь, а кому вообще, вот, есть ли человек, который, я видел релиз Rainbow Six на торрентах, ебать, минус 60 его рейтинг, 60 дислайков. Просто, мало того, что, ну, кто-то оставил лайки, да, и в итоге дислайкеры все равно перевесили. Блядь, я не знаю, вообще, то есть, я не вижу никаких плюсов у этой игры, да, ну, я же говорю, вот так, с тактической точки зрения, если вы наберете, блядь, толпу друзей, по скайпу, там, вот именно четверых, может быть, это будет вам интересно в нее играть, но одному, одному тут делать нечего. Чтобы просто, вот это не та игра, да, в которую вот вы сидите дома, делать нехуй, ой, пойду-ка я в Rainbow Six один поиграю, нихуя. Это, блядь, неинтересно. Здесь постоянно надо быть на связи по скайпу, по рейтколу, чтобы как-то вот, не знаю, коммуникатировать. один завис, не зайти в бой, потому что этот, грузится. Вот это новобране слева. Нет, все-таки запустили. Вот игра за атакующую сторону, но в начале все играют, блядь, машинками. Игру микромашинки, помните, вот почти то же самое, только скучно. Надо найти, где у них, вот, блядь, намного интереснее было бы, если бы не знали, где спрятан детонатор, где заложник, если бы защищающая сторона могла их переводить с места на место, переносить. Это было бы интересно. А так, вы проехали на машинке, нашли уже все, что вам надо, и знаете, куда идти. То есть, теперь не имеет смысла идти цепочкой, да, как действует настоящий спецназ. Ну, я попал в зону глушилки, естественно, роботы я проеб, теперь ничего не видно. Блядь, фиг. А, у меня еще это, со щитом, это вообще, блядь, худший, худший говноед. Я что, щит сбросил кому-то? А, я его убрал. То есть, вот видите, да, какое перекрестье прицела, когда вы щитом, и причем щит ростовой, типа, он прикрывает в полный рост вас. На самом деле, это не так, голова торчит над щитом, как я понял. Нашли жертво. Установил заряд. Я не знаю, куда надо идти. А кто заложника убил? А, отлично. Очень профессионально. Очень, очень, блядь, интересно, вот, просто потрясающая игра. Я всем советую ее купить. Блядь, я не знаю, вот за что ее хвалить. Да, сделана и задумка интересная. Все, на этом, блядь, ее плюсы заканчиваются. Ну, потому что для игры надо какой-то подвести итог. Повторюсь, да, что в эту игру интересно играть с друзьями, желательно полной пачкой друзей. Но опять же, нагибать нубов, да, потому что, ну, вы-то на связи, а кроме вас больше никто на связи не сидит. То есть, вы будете побеждать, 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 это, блядь, телка единственная вообще классная. то есть, ну, это быстро вам надоест, возможно, хотя есть любители нагибать, да, нагибаторы будут нагибать, нагибать и будут счастливы, но это неинтересно, поэтому, вот реально, пять на пять, команда на команду, может быть, тогда интересно играть в эту игру. Кроме этого, я сомневаюсь, что что-то интересное здесь есть. Ну, может, для отдельных фанатиков тематики, да, это круто. но если вы просто обычный геймер, который привык играть в батлу, в контру и наивно считали, что это игра того же плана и того же уровня, то нихрена вы не угадали. То есть, здесь, это совершенно другая телега, здесь совершенно другая борода. Пробойный снаряд, боеприпас, взрывающийся при контакте препятствия. Ну, это очередное средство по выламыванию стен, которых здесь и так, по-моему, миллион там, взрывчатку размещает, гранату бросает, теперь стрелять можно, чтобы стена рухнула. в общем, не знаю, если потратить на эту игру времени на порядок больше, чем я, может быть, вы и прохаваете какие-то ее фишки, а я лучше пойду удвоенный опыт в армате выкачивать, там, 90 мс открывать, чем тратить время на этот шутер. Я не знаю, мне просто не хочется в него играть, ну, вообще, вот, ничем он меня за два дня не зацепил, вообще ничем. Но, можете написать свое мнение в комментариях, в общем, что-нибудь там нажать, что-нибудь там написать и все такое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok